Учебный период во внутренних войсках МВД стартует два раза в год, зимой и летом. Военнослужащим ставят новые задачи, знакомят с новым вооружением и так далее. Сегодня войска уже на 90% состоят из контрактников. Но то, что люди эти уже с опытом военной службы, совсем не значит, что они все прекрасно помнят и знают, говорят в командовании. Поэтому решили сделать упор на основных правилах безопасности воинской службы. Он такой же военнослужащий, как и военнослужащий по призыву. Тем более, что если взять рабочую неделю, где больше 150 часов, 40 часов он находится с нами, остальное все время он находится дома со своей семьей. И доводя еще раз меры безопасности, освежая в памяти, и они же, видите, практически показаны. Мы показываем, что может произойти в результате неправильного обслуживания техники, неправильного обслуживания вооружения, неправильного несения службы и других хозяйственных и бытовых работ. Причем контрактникам напоминают требования безопасности во всем, начиная от того, как нужно обращаться с автотехникой, чтобы избежать травм, а порой и вовсе трагических ситуаций, и заканчивая тем, как безопасно проводить спортивные занятия. Вот этот момент, который может привести к травме. Правильное положение мы слышим. Руки должны быть прямые. Так, например, мало кто знает, что даже при стрельбе холостыми патронами можно ранить или убить человека, что наглядно демонстрирует инструктор по огневой подготовке. То же самое касается и имитационной, другими словами, учебной взрывчатки. Например, известный многим взрывпакет, который, сработав в руке или под ногами, вполне может нанести серьезный урон. Подобные примеры отмечают военные, к сожалению, не редкость. Несоблюдение требований безопасности, в особенности это при организации парковой службы, при выдвижении техники происходит травмирование личного состава, если было нарушено определенные правила выхода техники, эксплуатации, ее ремонта в особенности, где практически ошибка стоит жизни военнослужащего. Жизни. Примеров таких очень много. С необходимостью подобных занятий сами военнослужащие согласны. Говорят, значение таких народных мудростей, как повторение «Мать учения» и «Береженого Бог бережет» еще никто не отменял. Сколько бы человек ни служил и палка раз в год стреляет, поэтому эти занятия необходимы. И еще раз напоминаю каждому военнослужащему, что необходимо соблюдать вот эти требования безопасности, так как они придуманы и были написаны кровью. Добавим, что в завершении учебного периода будет составлен рейтинг всех подразделений, который будет зависеть в том числе и от количества нарушений этих самых требований безопасности воинской службы.